шалом сегодня мы рассмотрим с вами слово бокер и рф рф и бокер вечер и утро я думаю что каждый из вас или многие из вас знают что в иудаизме времена они начинаются с вечера например когда мы празднуем субботу то мы празднуем ее в пятницу вечером а начинается с пятницы вечера до субботы вечера это называется шаббат то есть все дни начинаются с вечера до вечера и откуда это все берется это не из-за того что мы так придумали но это из-за того что так господь творил небо и мы видим что в книге бытие мы все время читаем и был вечер и было утро день 1 и был вечер и было утро день первый когда мы смотрим на слова вечер утро они нам толком ничего не говорят но на иврите они имеют значение а их можно понять и понять почему они называются рф и почему они называются бокер и это то что сегодня мы с вами сделаем и мы будем читать несколько мест из книги бытие в основном из первой главы чтобы лучше понять но для начала скажу что слово рф рф вечер рф она происходит от слова от глагола скажем так ирбов это значит что когда все смешано когда ничего не видно все перепуталась ты не можешь ничего отличить неясно ирбов перемешано от этого происходит слово рф а слова бокер она происходит от слова которое называется бакара бакара это значит контролировать это значит разъяснять уточнять и выявлять когда все становится ясно когда все остановит на своих местах этого происходит слово бокер и так я думаю что пока я вам рассказал это значение может быть у вас уже есть какие-то мысли почему они так названы и чтобы это еще лучше понять мы сейчас с вами прочитаем из книги бытие самого начала самого начала как бог творит всю землю земля ж была без видна и пуста и тьма над бездною и дух божий насеялся над водою а а И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. День один. Ирбов. То есть, сначала все было смешано. Мы читаем, что вначале земля была безвидна и пуста. На иврите это звучит как тоу-во-воу. Был какой-то хаос. Было все смешано. Не было ничего видно. И вот Господь, то, что Он делает, Он отделяет вот этот вот хаос и производит свет. Он отделяет свет от тьмы. И слово, как мы сказали, эрв. Он говорит, вначале был эрв. То есть, вначале всего, как я, Бог, стал работать, был хаос. Был ирбов. Был эрв. И был эрв. И был вечер. То есть, был ирбов. Все было перемешано. Потом написано, что Бог отделяет свет от тьмы. Он произвел свет и отделил Бог. То есть, Он производит вот это вот слово «бакара». Когда все становится на свои места, когда происходит отделение, есть контроль, и все начинает быть видимо. Теперь можно отличить, что есть свет, а что есть тьма. Поэтому написано, был эрв, а потом был бокер. Был вечер и было утро. Эрв, если мы, конечно, говорим об этом слове, это вечер. Что такое вечер? Когда происходит закат, солнце садится, на улице становится темно. Те объекты, которые мы видим, мы их уже не можем так легко отличать, как отличали до этого. Они смешиваются. Все становится мутным, непонятным и расплывчивым. Поэтому слово эрв, ирбов. Когда мы говорим о бокер, то что утро, мы знаем, солнце поднимается, восходит. И тогда все становится на свои места. Мы четко можем отличить один объект от другого. В ночи ты этого сделать не можешь. Именно от этого также и происходит слово эрв и бокер. То есть в первый день мы видим, что Бог из хаоса, из беспорядка производит свет и отделяет его. Из всего темного произошел свет и отделил. Это вот первое отделение, которое мы видим. Мы видим, как все стало на свои места. Эрв и бокер. День первый. Знаете, это когда мы говорим о беспорядке, энтропия, она обычно всегда увеличивается. Но здесь что-то происходит наоборот. Энтропия уменьшается как будто. Почему? Потому что из беспорядка становится порядок. Из чего-то смешанного становится одна, вторая, третья вещь, которая возвращается на свои места. Это только то, что сделал Господь. Давайте рассмотрим с вами, что же произошло на второй день. И сказал Бог, 6 стих, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. То есть что происходит в начале, то что мы называем, и был вечер, был ирбов. Что здесь было смешано? Сначала была вода. Вода была повсюду. И вот Бог написано, отделяет воду от воды. Происходит вот это вот бакара. И стал бокер. После отделения мы можем различить уже, что есть вода над твердью и вода под твердью. Это то, что произошло во второй день. Бог отделяет воду от воды. Эрф и бокер. Был вечер, и было утро. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. То, что мы видим, что в третий день также было все смешано. Что было смешано? И земля, она была смешана. Была суша написана. То, что находилось в одном месте, Бог называет сушою. Назвал Бог сушу землею. И собрание вод назвал морями. То есть, Бог разделяет море, которое находится под твердью на две части, на моря и на сушу. Здесь мы видим вот это вот отделение между сухими материками и водами. Мы видим потом отделение между цветами, которые произрастают. То есть, опять-таки, видим вечер и утро. Давайте вкратце еще пробежимся, что же было дальше. Что же случилось на четвертый день? И был свет. Бог создает светило, солнце, луну. И сказал Бог, да будут светило на тверде небесной для отделения дня от ночи. И для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светила большие для управления днем, а светила меньшие для управления ночью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И звезды. Вначале был совсем другой свет. Это не было какие-то светила. Я не хочу сейчас говорить об этом. Есть очень много разных перушим, интерпретаций на эту тему. Но здесь мы видим, что в четвертый день Господь создает что-то особенное. Он создает светило, по которым измеряется время. Это также отделение. То есть их не было, и вот они стали. Их можно было увидеть, их можно было различать. Большое светило от маленького светила. Можно было различать времена от невремен, потому что не было ничего. Была вечность, может быть, до этого. Опять-таки, Эрф и Бокер. Смесь, а потом разделение, развлечение. И есть различия. В пятый день мы видим, что происходят рыбы. И также происходят различия. То есть в воде, в которой ничего не было, вдруг происходят какие-то живые существа. В последний день, в шестой день, мы видим, что Бог создает человека. И все это нам говорит о том, что был вечер и было утро. Смесь и разделение. Вот эти вот два слова, Эрф и Бокер, они помогают нам действительно понять, откуда все произошло. Почему вечер называется Эрф, а почему Бокер называется Бокер. Потому что сначала все смешано, а потом все разделяется. Я думаю, что вы ухватили эту мысль, и мы с вами продолжим. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами рассмотрели слово, которое называется Бен. Бен — это сын. Есть еще параллельное слово на иврите, которое на более высоком иврите, оно звучит как Бар. Бар — это тоже сын. Бен и Бар. Вот эти вот два слова на иврите, они переводятся как сын. И в Писании мы часто говорим о сынах. Не только о сынах Израиля, не только о сынах Иакова, не только о сынах человеческих. И я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели сегодня два понятия. Одно — это сын человеческий, другой — это сын Божий. На иврите «сын человеческий» оно звучит как «бен Адам», то есть «сын Адама». «Бен Адам» — это слово применяется сегодня к любому человеку. Нет у нас слова «люди» на иврите, но слово «люди», то есть есть, можно сказать, «анашим люди», но в основном, когда мы говорим «человеки», то есть имея в виду «люди», мы говорим «бней Адам», то есть «дети Адама», «сыны Адама». И Ишуа всегда себя называл «сыном Адама». Он всегда про себя говорил «сын человеческий». Переводится «сын человеческий», но на иврите это звучало «я сын Адама». Сын Адама. И, может быть, не все прослеживали вот эту вот мысль, но примерно 65 раз вот это выражение встречается в Новом Завете. Почему так важно было Ишуа называть себя Бен Адам, «сын человеческий»? Я хочу, чтобы мы могли даже, может быть, всего лишь несколько из этих тихов зачитать с вами, которые, может быть, даже покажут каждому из вас определенную картину и что Ишуа подразумевал, когда он говорил эти слова. Матфея 9, глава 6 стих. «Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». То есть Ишуа себя называет сыном человеческим. Матфея 10, глава 23 стих. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов израилевых, как придет сын человеческий». Опять сын человеческий. Другое место. «Ибо сын человеческий есть господин и субботы, хочу обратить внимание, что когда Ишуа говорит, что сын человеческий есть господин субботы, это он говорит не про каждого из нас, это он говорит про себя самого. Я знаю, что многие люди берут, эти стихи вырывают из контекста и говорят, «Я есть господин субботы, я могу делать субботу все, что я хочу», но Бог никогда не говорил о том, что мы можем нарушать шаббат. Здесь Ишуа говорил о специфических моментах и говорил именно про самого себя. Другое место. «Ибо как Иоанн был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ибо придет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». И так далее. Есть очень много мест таких. 65 выражений, когда Ишуа называет себя сыном человеческим. Почему он себя так называл? В самом деле, вы почти никогда не увидите, что Ишуа сам про себя самого говорит, что он сын Божий. Такого практически нет. Может быть, если поискать, и найдутся какие-то очень некоторые места, но и то навряд ли, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Но всегда Ишуа себя называет сыном человеческим. Для людей того времени, которые говорили на греческом, писали эти слова, потому что мы знаем почти все описания Нового Завета, то есть все Евангелия, они были написаны, по крайней мере, то, что найдены первые рукописи, они были на греческом языке. И когда переводилось это все на греческий язык, потому что говорили евреи, греки никак не понимали, римляне не понимали того, что имеется в виду под сыном человеческим. Для них это считалось немножко при унижении статуса, но, тем не менее, эти слова записаны там, и Ишуа всегда себя называет сыном Адама, сыном человеческим. Почему так? Чтобы понять это, мы должны, естественно, знать Танах, мы должны знать ту историю. Когда Ишуа пришел к своим ученикам, он всегда говорил им и доказывал, и показывал на основе Писаний. Он говорил, исследуйте Писание, и тогда вы увидите, что я есть Мессия. Вот эти вот слова, когда Ишуа говорил ученикам, что он является сыном человеческим, они всегда намекали на его мессианство, всегда намекали на то, что он есть Мессия. И евреи того времени, они это очень прекрасно понимали. Почему было так? Откуда это взялось? Потому что в книге Даниила, пророка Даниила, в главой семье, в главе седьмой, там есть такие места. 13 стих написано, «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Даниил видит вот это видение, и он видит здесь сынова человеческого, о котором все учителя и того, и сегодняшнего времени понимали хорошо и говорили, что речь идет о Мессии. Речь идет о том, который примет всю власть, и написано, что все народы будут поклоняться и служить ему. Я думаю, что многие раввины не очень любят эти места, потому что, когда здесь написано, что будут народы поклоняться и служить ему, вот этому сыну человеческому, здесь используется очень специфическое слово, которое используется как только для поклонения Господа. То есть, именно поклонение Богу используется вот это вот слово на греческом языке, а не поклонение там идолам или еще кому-то, потому что в иудаизме, если человек начинает поклоняться хоть кому-то, кроме Бога, значит он идолопоклонник. Но здесь используется особенное слово для поклонения Богу по отношению также к сыну человеческому. И ему дана вся власть. И вот Иешуа, когда он называет себя сыном человеческим, он всегда понимал, что вот эти вот стихи Даниила, они связаны с тем, что он говорит. Он имел в виду, что он есть как раз тот сын человеческий. И многие из евреев, они знали Писание, они знали пророчество о Мессии, они знали, что Мессия должен прийти, должен что-то спасти, что-то сотворить, что-то сделать особенное со всеми людьми. И вот когда Иешуа говорит, я есть сын человеческий, он опирается на места, которые написаны в Данииле. И тогда для всех учеников становится понятно, о чём идёт речь. И после того, когда всё было написано на греческом языке, естественно, что не все понимали. То есть тот, кто не был евреем, тот, кто не понимал хорошо Писание, они не могли понять, почему Иешуа называет себя сыном человеческим, почему он как будто унижает своё достоинство. Хотя те места, которые мы прочитали с вами, несколько из них, они явно показывали какую-то божественную власть, что он может исцелять, что он может прощать грехи. Евреи говорили, кто же может прощать грехи, кроме Бога? Но мы видим, что Иешуа делал это. То есть это говорило о божественности Мессии. И я не хочу входить в эту тему, но после того, когда не все понимали, что же значит сын человеческий, и ученики стали его называть сыном Божьим. Сам Иешуа никогда о себе так не говорил, как я уже сказал, но просто для других окружающих, чтобы подчеркнуть его предназначение, чтобы подчеркнуть его власть, ученики, апостолы и другие, которые следовали за Иешуа, стали называть его сыном Божьим. Но сын Божий это относилось так же к любому царю, могли назвать его сыном Божьим. Это относилось иногда даже к Израилю, могли сказать, что он сын Бога, потому что сам Бог говорит про Израиль. Ты, говорит, первенец мой, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это относится так же и к самому Мессии, потому что Мессия, он является представителем всего Израиля. И поэтому в этих словах не нужно подразумевать именно что-то божественное, именно наоборот, когда речь идет о сыне человеческом, это больше говорит о божественности Мессии. А когда мы слышим Сын Божий, это больше говорит о простых людях. И я хочу на этом закончить сегодня и благодарю вас за то, что вы были с нами и мы увидимся с вами в следующий раз. Но хочу сказать вам что если вам нравится наша программа и может быть вы хотели бы услышать о каких-то определенных словах, которых вы думали, которые вас беспокоят, пишите нам и мы рассмотрим ваши просьбы и попытаемся ответить. Всего доброго! Редактор субтитров